Наталья, добрый день! А может проблема не в отсутствии ответственности, потому что я считаю, что я ответственна за свою жизнь? Я тут подумала, а может дело в обиде, которую я кидаю на людей, когда они не соответствуют моему правильному представлению, когда они совершают неверные, по моему мнению, поступки, и я пытаюсь как бы их переделать, а если не удается, я обижаюсь, значит дело в обиде на людей. Мне нужно принять и полюбить в себе то, что я иногда могу ошибаться и быть не всеведущей, потому что я тогда не вижу разницы между любовью к себе и принятием маньячных действий других людей. Тогда я не вижу разницы между перестаньте нарушать мои границы, потому что я всегда права. И возлюби любого человека, тебя окружающего таким, какой он есть. Я во всем этом вижу одни противоречия друг другу. Картина не сходится. Если я бог, если все люди боги, тогда все друг другу что-то должны. Но по факту никто никому ничего не должен. Смысл того, что ты бог, если ты имеешь право вариться исключительно в собственном котле и анализировать поведение других людей и ситуации нельзя. Что за ограничение выстраивается? Какой-то мыльный пузырь. Вы знаете, это не единственное сообщение за сегодняшнее утро. таких сообщений. Вот это третье. И я сегодня прифигела. На самом деле, неужели вот так сложно, вчера на стриме это объясняла, так сложно вот просто допустить на одно мгновение мысль, что есть ты, твой внутренний мир, твой мыльный пузырь. И ты в гранях этого пузыря отражаешься в разных зеркалах. И эти зеркала – люди. Но ты отражаешься ровно так, какой ты есть в своем внутреннем мире. В одном отражении ты видишь злость, в другом ты видишь нарушение своих границ, в третьем ты видишь ненависть, в четвертом ты видишь любовь, в пятом ты видишь и пошли грани твоего отношения к себе. Это сложно допустить? Вот если вы хотя бы на секунду допустите эту мысль и посмотрите на мир вот так, с такого восприятия, безумного восприятия, то вы увидите, что нет никакой объективной реальности, что это вы видите так людей, это вы воспринимаете так реальность, это вы строите так отношения, это вы запрашиваете такие игры. В основе вашего мира, в центре вашей вселенной, стоите вы, не кто-то. И тогда какой смысл кидать обиду или обвинение своему зеркалу? Ну подойдите в зеркало, вмажьте в него кулаком, оно разобьется. Ну уйдет от вас муж, если вы добеловатая. И дальше в ком вы отражаться будете? Вам придется купить новое зеркало, потратить время на поиски нового мужика, в которого вы снова будете бить, потому что вы не привыкли быть в себе. А суть в том, чтобы развернуться к себе и увидеть, я за это все отвечаю, я выстраиваю отношения, я так работаю. И если я вру себе, если я не искренне с собой, если я разрушаю себя, то я вижу в зеркале, что от меня уходят, разрушается моя личная жизнь, разрушается мое личное здоровье, разрушаются мои отношения, но это не кто-то их рушит, не он виноват. Он, уходя, показывает вам, как вы далеко отошли от себя, что уже изображение в зеркале пропадает. Уже в данном случае этот отражатель вам не нужен. Понимаете? Это вы такая. Когда мы просим человека, начните делать практику зеркала. Вот вы просто, подходя в зеркало, начинайте смотреть себе в глаза. Легко сказать, я люблю себя. Искренне. Тяжело. Потому что практически каждый первый человек себя не любит. Легко сказать, я ценю себя. Ну, кто-то ляпнет языком. А тут же ваш внутренний мир говорит, о, запрос прилетел на ценность себя. И тут же окружающий мир вам в зеркале покажет, как вы себя цените. И если вы себя не цените, вас обесценят в тот же день. И смотрите, на этом фоне люди, которые приходят и говорят в зеркало, я ненавижу себя, какой запрос посылают, чтобы отразилась ваша ненависть к себе. И потом плачут. Почему меня избили? Почему меня с работы выгнали? И так далее. Ну, потому что ты дебил. Что запросил, то получил. Это сложно увидеть. Для этого надо всего лишь допустить на одно мгновение, что именно так строится реальность. Когда мы говорим о границах, как прозвучало в данном случае, они нарушают мои границы. Если ты Бог, если ты свет, свет имеет границы? Когда свет не имеет границ? Когда он искренен и чист. Когда он валит в интересе. И распространяются лучи везде. Он освещает всех и вся. Но при этом свет же не цепляется за первый попавшийся забор. Как только свет упал на стену, за стеной тень. Когда вы искренни, когда вы чисты, когда вы в своем интересе, вы светите. А когда вы пытаетесь заглянуть за забор соседа и вынести ответственность на внешнее, света у вас уже нет. Уже забор соседа. И тогда за забором нарушаются границы. Ну как это? Мой свет не проходит за вашу границу. И вы начинаете воевать с людьми за нарушение ваших границ. Почему вы не говорите о своей безграничности Боге? Какие убогие психологи расставили вам границы и ограничили вас? В моей жизни встретился один очень интересный человек в Белорусской академии наук. Он был физиком. Он мне сказал, Наталья, если кто-то когда-то тебя будет ограничивать, то ты помни, что перед тобой ограниченный человек. Я это запомнила на всю жизнь. Предлагаю вам запомнить это же самое. Если вы видите границы, то помните, вы построили их сами. Если вы воюете со своим зеркалом, то помните, война в вас. А для того, чтобы война исчезла, надо всего лишь научиться быть искренним, чистым, честным самим собой. Быть самим собой. Жить в своем интересе. Любить себя. И тогда вы в зеркале увидите любовь к себе, проявление вашего интереса, проявление вашей искренности и чистоты. И тогда вы увидите здоровье своего физического тела. Все другие варианты ведут к болезни. Пока не научитесь в зеркале видеть самого себя, говорить о здоровье не имеет смысла. И чем тяжелее у вас болезнь, тем больше вы воюете сами с собой. И как разновидность это аутоиммунное заболевание, прямая работа на самоуничтожение, онкология, построение тела в теле. Я недовольна этим телом, я еще одно вбабахаю себе. Ну и получи, фашист, гранату. Это же ты строишь. Это же не кто-то за тебя строит. Ой, я просочусь за забор соседу. Получи ВИЧ-инфекцию или другие вирусные заболевания. Нерпес, еще какая-нибудь зараза. Как проявляешься, так в теле и отражаешься. Золотое правило. Научитесь видеть зеркало. И вы знаете, вот для того, чтобы честно сделать практику зеркала, на самом деле ума не надо. Вообще не надо. А вот интеллект надо. Попробуйте найти разницу между интеллектом и умом. Как только найдете, ваше тело пойдет на поправку. И других вариантов нет. Академия Субтитры создавал DimaTorzok